Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Программа «Абонент доступен». Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи с нами протеерей Дмитрий Смирнов. Еще раз здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте. Да, вот теперь мы слышим вас отлично. Ну вот с этого я и начала, с главной той новости, которая шумит, о гражданских женах или бесплатных проститутках. Думали ли вы, что вызовет такой резонанс? Это ваше заявление, этот ваш комментарий? Понимаете, я никакого заявления... Нет, опять эхо. Мы очень хорошо вас слышим. Ну, понимаете, мешает речь. Я говорю, а слышу себя. Я никакого заявления не делал ни о проститутках, ни о платных, ни о бесплатных. У меня была встреча в кафе с молодежью, 80% которых были юные девушки. И я им высказал разные свои соображения по разным реалиям нашей современной жизни и отвечал на их вопросы. Среди их вопросов были вопросы про гражданский брак. У меня есть такая манера – разжевывать все до конца. И чтобы нагляднее им объяснить, что такое гражданский брак, я употребил эту терминологию. И никакого отношения, все те люди, которые обиделись на что-то, я вообще не принимаю, потому что это не их дело. Я не с ними разговаривал. Если бы они пришли, я бы нашел, может быть, другие слова. Но здесь были люди, входящие в церковь, идущие путем выцерковления и так далее. Никаких заявлений я вообще не делал. Тут извиняться даже незачем. Но я очень благодарен митрополиту Николанску, что он вот так за меня вступился, за меня прощения попросил. Я счастлив. Я был очень тронут. Действительно ли вам поступали угрозы после того, как это растиражировали средства массовой информации? Да, на наш мультиблок звонили люди с угрозами. И что говорили? Говорили, что убьют или побьют. Сильно и больно. Но этот резонанс все-таки, учитывая, что он вышел за пределы этой встречи, вы считаете это на благо или во вред все-таки, учитывая, что, как вы сказали, вы говорили с конкретными людьми в узком кругу? Ну, как мне сообщают мои друзья-священники, а их сотни, что очень хорошо, чтобы поднялась эта проблема. Поэтому я это отношу к тому, что так было Богу угодно, чтобы эта тема прозвучала. Потому что наш народ и так вымирает. И я, как священник, как христианин и как гражданин, очень этим опечалю. И одна из тенденций, которая способствует этому вымиранию, это так называемые гражданские, в кавычках, браки. Которые вообще браками не являются. Потому что это есть просто незаконное сожительство. Так это юридически звучит. И я, конечно, противник этого не желал быть никому. Как вот одна высокопоставленная леди заявила своим детям, я бы этого не хотел. Вот я выступаю за честный, целомудренный брат, в котором рождаются дети. И чем их больше рождается, тем лучше. А вот эта смена партнеров, когда мужчина, надоевшую ему гражданскую, бросает, для меня это неприемлемо. Вот и такое отношение к женщине, как к бесплатной проститутке, оно меня просто шокирует. Я вот девочкам и мальчикам, которые сидели с кафой вместе со мной, это подробно разжигал. Вчера дал 19 интервью, сегодня тоже с вами разговариваю так, как вам обещал. И рассказываю свою позицию. Ясно, что вас уже наши СМИ подготовили. Потому что писали, что вот пишут заголовок. Смирнов оскорбил половину русских женщин. Уже женщина, когда читает, она уже готова к тому, что ее оскорбили. Я никакую женщину никогда не оскорблял и вообще считаю это ниже своего собственного достоинства. Женщину оскорбили. У меня совершенно другие задачи. А здесь вообще было локально. Выдернули из контекста. Вообще вся беседа была посвящена мужчинам, которые недостойны такого звания. Но тем не менее, отец Дмитрий, мужчинам характеристику вы не дали. Это отметила, кстати, представитель МИД Мария Захарова, что почему-то мужчинам не определили. Я дал эту характеристику, если прослушать всю пленку. Ни Захарова, ни вы эту пленку не слышали. Вы слышали тот кусочек, который враги вырезали и предоставили. Хорошо, Мария Захарова. Она же не знает. Я большую часть времени потратил, причем в начале, а потом заодно и коснулся вот этой темы браков. Потому что это был задан мне вопрос. Исполняющий обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда, который также был в нашей студии, прокомментировал это ваше высказывание. Он сказал, что это такой троллинг, назвал ваше слово троллингом. Как вы к этому относитесь? А 1452 раз, я повторяю, я не знаю, что значит в переводе с американского слово троллинг. В моем семантическом пространстве такого слова нет. Это как журналистский троллинг какой-то. Как человек может троллить, если он не знает, что это такое? Я веду свою миссионерскую пасторскую деятельность. Я и на радио «Радонеж», и на телеканале «Спас», и на телеканале «Союз» веду передачи, где отвечаю на вопрос. И слушают меня миллионы людей. И это была такая же встреча, но личная, потому что всегда интересно посмотреть, может быть, в своей будущей пастве в глаза. Вот у меня такая цель. Что там? Я очень уважаю и люблю Захару, я с ней знаком. Вот, кратко, правда, мы встречались с ней на телевизоре. Вот, но она не знает всего текста. Разве можно, если две фразы я из ее выступления вырежу и буду говорить, смотрите, что Захарова говорит? Ну, то посмотри на абзац повыше. Но это никто не делает. Берут готовый продукт людей, которые хотят меня представить в черном свете. Я вынужден объяснять. А так сейчас, если в Твиттере посмотреть, например, на Ютубе, уже гораздо больше количества положительных отзывов о моей деятельности. Ну, вот вы сказали о том, что враги выложили. А враги кто? Вы знаете по именам, кто вам желает? Нет, и по фамилиям даже не знаю. Но интересно. Что бы Смирнов ни сказал, вот, например, в этом кафе мы встречались больше месяца назад. Значит, чего-то искали, прежде чем из этого сделать бурю в стакане воды. И потом, предыдущая ситуация, когда тоже, вот, нашли, там, я приехал в свой детский дом, провожу беседу с моими воспитанниками. Прицепились к одной фразе, а все предыдущее они как бы не заметили. И так, и третий раз, и четвертый раз, все одно и то же. И всегда с опозданием. На два, на три месяца. Значит, кто-то сидит и слушает и ищет, к чему бы прицепиться. Этого человека я называю врагом, потому что он искажает и мои стремления, и искажает мой труд пастырский и так далее. Отец Дмитрий, как тогда таких мужчин можно называть, которые живут в гражданском браке, раз уж вы говорите... И я уже сегодня спрашиваю, и я сказал, их надо называть негодяями. Но негодяя это мягче, чем бесплатные проститутки. Конечно, это субъективная оценка, но все же. Субъективная. Субъективная, да. Вот негодяй, мне кажется, негодяй от какого слова, знаете? Негодный. Да, годится. Этот мужчина никуда не годится. Но это мягче, согласитесь. Он не любит ту женщину, с которой живет. Он ее не любит, потому что он ей не предлагает руку и сердце. Он только ей пользуется. Такой человек, если он мужчина, этот человек негодяй. Ну хорошо, много вопросов к нам поступило, когда мы проанонсировали с вами интервью. Некоторые из них я зачитаю для вас, которые мы отобрали. Спрашивают у вас Ружена, если женщина в таком браке зарабатывает больше, имея в виду так называемый гражданский брак или сожительство, все равно она проститутка? Такой вопрос. Дело в том, что я специально употребил слово «бесплатная». Потому что у меня цель не была оскорбить. Потому что бесплатных проституток не бывает. Как говорят господа журналисты, это древнейшая профессия. Так же, как журналисты. Вот и все. Поэтому я... Бесплатная... Значит, вообще речь не о проститутках. Речь идет о явлении. Явление безобразное. По-церковному это называется блуд. Но не все знают церковно-славянский язык. Поэтому слово «блуд» для них, ну и не знаю. Как рваный футбольный мяч. Вот. А это угроза существованию нашего народа. Является ли штамп в паспорте, отец Дмитрий, залогом верности, на ваш взгляд? А является ли регистрация автомобиля гарантией, что он не попадет в аварию? Потому что все, как купят автомобиль, почему-то сразу бегом его регистрируют. И им дают два номера спереди и сзади. Но это закон. А это не закон. Мы обезьяны, жирафы, коты, собаки. Для нас закона Божия не существует. Так называемый гражданский брак, с точки зрения юридической, не считается нарушением законодательства. Я это имею в виду. А мне юридическое, знаете, у нас в Москве есть Останкинская башня. Угу, знаем. Так вот, с этой Останкинской башней мне на это положение. Для меня главное закон Божий. И я хочу его донести до своих юных соотечественников. Почему? Потому что я хочу счастья. А счастье возможно только в натуральной семье, а не в суррогатной. Это только изображает семью. Тогда получается противоречие. Вы сказали о том, что на юридический аспект вам с Останкинской башни. Но те пары, которые не венчаны, получается, тоже занимаются бесплатной проститутой. Это ошибка. Церковь признает брак и буддистов, и мусульман, и иудеев, и брак, который заключен в ЗАГСе. Мы это считаем браком. Для христиан, если два крещеных человека живут в браке и не расписываются, мы перестаем таких причащать. Они как отлученные от церкви. Почему? Потому что они пренебрегают таинством церкви. Они живут не по-христиански. Поэтому все церковное им закрывается. То есть, получается, что это исключение для юридической службы? То есть, если человек зарегистрировал в светском учреждении брак, то, соответственно, церковь его принимает? Этот брак принимают как брак, конечно. Уважение и свой пиетет. Еще Евгения у вас спрашивает, возможно, радикально, так ставит вопрос, тем не менее, зачитаю, как есть. А что лучше, гражданский счастливый брак, гражданский, да, мы имеем в виду в кавычках, или церковный, в котором муж пьет и регулярно жену поколачивает? Вот такой вопрос задает вам. Хорошо. Что лучше, левый ботинок, у которого нет подошвы, а правая просто босая нога? То есть, в данном случае равноценна, вы считаете? Неравноценна. Босая нога неравноценна рваным и ботинок. Вы сказали, нет подошвы, но это практически босая нога. Это практически, но это не так. Левая нога – абута, а правая – разута. Даже разные глаголы. Неужели вы этого не понимаете? Сколько классов вы закончили? Ну, я надеюсь, что достаточно. Но все-таки, мне кажется, если нет подошвы, тогда пятка касается асфальта или земли. Я вот об этом говорю. А если носок наден? А, может быть. Но вы не уточнили, отец Дмитрий. Видите? Вот сейчас я уточняю про носок. Хорошо. Чилу вашего не понимает. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и потом мы вернемся и продолжим. Братарей Дмитрий Смирнов с нами сегодня на прямой связи по скайпу. И вы тоже оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня протеерей Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий, еще раз здравствуйте. Ну, пожалуйста, еще раз. У нас... Здравствуйте всегда. Здравствуйте всегда. Да. И звонок у нас. У вас есть звонок, мы примем у вас. Да. Добрый день. Добрый день, Александр. Да, пожалуйста, задавайте вопрос. Отец Дмитрий, я думаю, не стоит оправдываться перед врагами. Они всегда будут на вас нападать. У меня к вам два вопроса. Значит, первый вопрос. Как вы относитесь к выражению Маркса, что брак при капиталистическом обществе это скрытая форма проституции? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вы относитесь к кадровой политике Путина, которая дошла уже до того, что судья конституционного суда не признает правопреемственность России? Да, спасибо вам. Да, отец Дмитрий. Во-первых, мое сравнение с упоминанием проституток мне как раз Карл Едрефьевич Маркс и подсказал. Я бы что-то о нем подумал, и у меня вот такая выросла гипердума. Поэтому как я отношусь? Ну, я когда-то Маркса читал, это выражение приняло к сведению, и в этой фразе полно правоты. А теперь по поводу Владимира Владимировича Путина. Я политикой не занимаюсь принципиально. И поэтому я вообще даже мало интересуюсь этим. И теперь третий на вашем высказе по поводу врагов. Я не перед кем не оправдываюсь. Я разъясняю. Потому что вот передо мной сидят два человека, одна из них даже достаточное количество классов кончила в школе, но приходится разжевывать. И вот я в такой же был ситуации. Потому что я человек старый, это мне внуки сидят. И мне объяснить, может быть, они речь нас, стариков, уже вообще не понимают. Это тут определенные трудности. Поэтому мой темперамент направлен не на то, чтобы оправдаться. Я ни в чем не виноват. А в том, чтобы изъяснить, что имелось в виду внутри и этого общения с молодежью моего и мои собственные соображения на это. Я не говорю от имени церкви. Я не имею права. Я просто приходской священник. У меня 10 приходов. Я служу 40 лет. У меня есть достаточно большой опыт общения. И с молодыми, и со средними, и со старыми. Вот и все. Дмитрий, раз уж мы Карла Маркса вспомнили, вы очень остро выступаете против брака православного человека с иноверными, атеистами и коммунистами, кстати, тоже, по крайней мере, как я читала в одном из ваших интервью. Что делать, если девушка или, к примеру, молодой человек все-таки, ну, полюбили, вот скажем, православная девушка полюбила коммуниста или атеиста, или агностика, быть может? А если она полюбила садиста? То есть это знак равно коммунист и садист? А если она полюбила киллера? Нет, это называется, сударня, перечисление. Я просто показываю абсурд вашего вопроса. Понимаете? Ну, то есть верующий человек согносит... Я очень уважаю, у меня у самого вполне, я пользуюсь этим приемом, называется приведение к абсурду. Это математический такой прием, решение задач. Гротеск. Ну, может, в отдельных случаях это и как гротеск является. И тогда человек лучше запоминает. Вот. Но девушка полюбила. Я же беспокоюсь о будущей семье. Потому что у наших братьев-мусульман свои представления религиозные о браке. У православных – свои. У буддистов – свои. И если соединяется... У нее у меня опыт мой говорит. И соединяется девушка, у которой муж, совершенно из другой религиозной системы. Как будем воспитывать детей? Если ко мне приходит католик, и то я говорю, дорогой, ты оставишь мне обещание, что деток будем воспитывать в вере православной. Тогда я их не чаю. Католик из православной. Но другие религиозные системы – не христианские. Как? Единство должно быть духа, а не только тела. То есть верующий человек не может полюбить неверующего. Это невозможно. Нет. Верующий человек может полюбить весь земной шаг. Но брак за путешествием не может. Но брак невозможен. Он в церкви не благословляется. У нас звонок еще. Примем звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вообще от Дмитрия меня зовут. Я не православный, скажу сразу. Но я господина Смирнова целиком и полностью поддерживаю. И, наверное, даже употреблю еще одно слово, которое совсем, может быть, неприличное. Это люди не негодяи, они просто мудаки. То есть не буду стесняться. И поэтому я с ним абсолютно согласен. Но вот мне хочется его спросить, как господин Смирнов оценивает чересчур активных, скажем так, прихожан православной церкви, которые себе позволяют выпады, агрессию в отношении других людей, верующих, неверующих, иноверующих. То есть вот как он оценивает эту агрессию и как он разговаривает со своими прихожанами на тему этой агрессии. Спасибо. Да, спасибо. Я также попросил. Среди моих прихожан таких нет. Потому что если бы такие появились, я всегда призываю к сдержанности и относиться с любовью. Почему? Потому что христианство учит людей. Любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас и добро творите творящим вам напасть. Это фундаментальное христианство. Хотя, если человек с агрессией нападает, допустим, на человека иной веры, он, значит, еще не постиг что-то для христианства. И мой долг как пастыря, ему это разъяснить, его в этом остановить. Ну вот протоиерей Андрей Ткачев, который также был гостем программы, он комментировал в нашей студии свое высказывание в отношении женщины, которая спрашивала у него о нюансах таинства исповеди, что вызвало у него, ну, своего рода ярость такую. Он не сдержался. Вот как вы считаете, может ли священник позволить себе быть нетерпимым прихожаном? Нет, что значит позволить? Бывает, каждый человек, и священник, и ахирей, он обыкновенный человек, сын Адама. Мы все люди грешные и страдаем гневливостью. Гневливость в легкой форме выражается в раздражении, а раздражение может захватить сердце любого человека. Но когда какое-то время пройдет, он уже в этом раскаивается. Это я допускаю, что отдельный священник в отдельной ситуации может что-то осерчать. Не надо думать, что священник — это прям ангел в рясе. Это совсем не так. Поэтому требовать освящения, чтобы он ходил по облакам, или ездил на автомобиле с закрытыми глазами, или пел какие-то только замечательные ангельские песни — это чрезмерно. В этом-то и сила спасения, что оно приходит через обыкновенных людей. Ну вот как раз Антон интересуется в контексте того, что вы сказали, зачем патриарху яхта? Почему на священнослужителях больше золота, чем на рэперах? Вот такой вопрос Бискупер вам зачитала. Объясняю. Никаких самолетов, яхт у святейшего патриарха нет. Это все выдумки журналистов. Ему, конечно, яхта незачем, потому что достаточно ему за два месяца звонок по телефону, или, допустим, он хочет куда-то в монастырь съездить на поломочное, и там у монастыря есть яхта. Они сами полывают на пирс, его берут и отвозят в монастырь, как много раз бывало на Влааме. Более вам скажу, когда узнают, что я приезжаю, за мной тоже присылают яхту, я тоже на ней еду в монастырь. Что тут такого? Ну тут скорее идет речь о том, что есть в личном пользовании, а не что предоставляют монастырь. Покажите мне свидетельство о собственности. Тогда будем разговаривать. Недавняя история, кстати, с часами была также, которая вызвала негодование у, скажем так, простого пролетариата. Люди увидели часы у патриарха довольно дорогостоящие, и это вызвало негативную реакцию. Вы слышали об этом? Видели ли что-то подобное? Вот я вам показываю, показываю свои часы швейцарские. Мне подарил друг, который в это время был там послом. Я их ношу уже 10 лет. Вот, пожалуйста, швейцарские часы Тесот. И что с того? Патриарху тоже дарят часы? Он их цену-то не знает. И главное, выглядит недавно, но это было годы назад. А картинка с часами, это через 3 года, как они у него появились. Это опять делают враги, которые хотят прицепиться. И последнее про золото. Золото было 100 лет назад. Большевички все золото до последней златиночки и все серебро ободрали из икон, из облачений, из царских корон. И все вывезли в Швейцарию. После того, как Троцкого убили ледорубом, все эти самые счета пропали. И Швейцария на этом поднялась. Поэтому у нас используют стеклярус. Цена ему 15 копеек. И чешское стекло, которое на вид там рубины. Но подлинно используется. Исключительно жемчуг. Морской и речной. Так как он достаточно дешевый. И наши мастерицы из монастырей женских, они с радостью вышивают облачения для своих епископов. Иногда для егумен в монастыре. Поэтому, пожалуйста, вы можете хоть в мою резницу приехать. Исключительно ткани, купленные в магазине. Вполне стоимость нас устраивает. Ну, дороже, конечно, чем простой вельвет. Но это имитация. А золото давно уже все обобрали. Не только золото. Отобрали и все храмы. Отобрали и все иконы, которыми набиты музеи. А сосуды церковные, которые из серебра и позолочены. Все в музее. Отец Дмитрий, много у нас звонков радиослушателей на линии. Хотят задать вам вопрос. Давайте примем еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, задавайте, пожалуйста, вопрос. У меня вот такой вопрос. Понимаете, вот латвийское государство очень вмешивается в дела православной церкви. Сейчас они претензии сказали, что 10 лет должен прожить. Кирилла не пускает уже, который год он хотел здесь приехать с пастырским визитом. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Отрицательно. Потому что на всем земном шаре есть православные храмы, есть православная паста. Вот это хамство и безобразие. Вот я как к этому отношусь. Шарский паста свой, он должен со своим прихожаном приезжать. Святейший патриарх был везде, где государство, так сказать, в кавычках дает разрешение, потому что он же не может шлагбаум проходить. Ну, надеемся, что придет время, когда это будет безобразие устранено. Вопрос от нашего радиослушателя Дениса. Скажите, как вы можете прокомментировать слова патриарха и Кирилла о том, чтобы в проект Конституции ввести слова о Боге? И как вы сами относитесь к Конституции Российской Федерации? Ну, я вам уже сказал, что я политической жизнью интересуюсь не очень. Мне хватает новостей. То есть общее слежение за процессом у меня есть. Конечно, я за то, чтобы основной закон моего народа, он обязательно имел в виду, что Господь говорит в Своем законе для нашего народа. Это очень важно. Тем более, что наше государство создано русскими людьми и с помощью Церкви. Участие Церкви в строительстве государства и Господа Бога, оно велико. И это должно быть отмечено. Ну, а Бог нужен в Конституции? Мне – да. Ну, вот вы сказали о том, что государство создано русскими людьми, но ведь не только русскими, учитывая, сколько национальностей проживает на территории РФ. Разумеется. Но расскажите мне, кто из народов, у нас их 180 примерно в стране, создало наше государство. И почему наше государство называется Россией? Это по какой причине? Ну, Россия и россиянин – это ведь не русский, и россиянин – это, может быть, любым... Да что вы говорите? Вот я латвиец, вот смотрите. А вы сколько классов кончили? Я закончил 12 классов и высшее образование тоже получил, но это не имеет значения в данном контексте. У вас нет, это огромное значение. Я, как русский человек, знаю историю нашего государства и народа. Русский и российский, и россиянин – это однокоренные слова. То есть вы хотите сказать... Позвольте историю любого из 180 народов нашей страны. И у них есть своя история. В отдельных случаях, в определенный период истории, русские даже с ними воевали. Вот, например, если мы возьмем Казанское ханство, которое про Иван Васильевич Грозным было завоевано, и Иван Васильевич 80 тысяч русских освободил от плена, для которых должны были пойти в Крым, на рабовладельческий рынок. Понимаете, была война. А сейчас мы с татарами живем душа в душу. Но татары, они не принимали никакого участия в создании государства российского и сейчас не являются, в общем-то, полноценными. Принимали все, даже гоносаны. Но они второго сорта, что ли, получается, в России сейчас? Нет, они первого сорта. Мы, русские, оказались в государстве, которое мы построили, они оказались последним. Поэтому вы своими провокациями меня не собьете. А я не провокациями занимаюсь. Вот я русский человек. Вы занимаетесь провокациями. Вы занимаетесь возбуждением национальной ненависти. Можно я объясню, что я хочу сказать? Не надо мне объяснить, я вас прекрасно понял. Нет, вы меня совершенно не поняли. Нет, абсолютно прозрачно то, что вы говорили. Я же в Латвии говорил, что второго сорта. Это же вы сказали. Я вам вопрос задал. Я хочу вам объяснить ситуацию, почему я задал вам этот вопрос. Я как русский человек, этнический русский, с латвийским паспортом считаю, что внес, и мои родители, кстати, которые старообрядцы здесь живут, внесли вклад в создание латвийского государства. Таким образом, получается, что я как русский человек в стране, где основной нацией являются латыши, не имея права говорить о том, что я внес вклад в свое государство. Таким образом, я задаю вам этот вопрос, потому что я спрашиваю, люди других национальностей, которые живут в России, они, получается, не могут говорить о том, что они внесли вклад в вклад в стране. Они все могут. У нас абсолютное разобрание. Я вам объяснил ситуацию сейчас. В отличие от Латвии, где фашизм, полную... Какой фашизм? Но фашизм я в Латвии не видел. ...нацизм марширует по улицам. Ну, между нацизмом и фашизмом есть разница, но здесь все-таки фашизма нет. Ну, конечно, у вас латвийский фашизм, а не немецкий. И это я прекрасно знаю. Откуда у вас? Ну, почему... На чем вы основываете это? На телевидении. Нам все показывают. Вашу латышскую жизнь. Вы смотрите телеканалы российские, но вы говорите о том, что не интересуетесь политикой, как мы понимаем. Нет, не интересуюсь. В новостях пока новость я смотрю. Для того, чтобы быть в курсе дела, потому что моя пасхва иногда задает вопросы. Вы в Латвии давно были, кстати, отец Дмитрий? Ну, порядок, что же. Ну, то есть, своими глазами вы эту ситуацию не видели, только основано на данных третьих источников. Понимаете, когда я смотрю вас даже по скайпу, я смотрю своими глазами. Вот, честное слово, своими глазами смотрю. И мне не важно, картинка она такая бледно-голубая или ярко-фиолетая. Но телевидение может вам подать в определенных ракурсах, и даже мы можем вам подать информацию в определенных ракурсах. Вот и вы и подаете. Но я уже старый лист, меня не так легко обмануть. Но вы абсолютно доверяете федеральным каналам в России? Или у вас есть доля сомнений? Нет, делю на восемь. Ну что ж, да, спасибо. У нас, кстати, есть звонок. Мы, может быть, успеем принять. Ну, да, уже время, к сожалению, нашего эфира подходит к концу. Хочу вас в завершение все-таки спросить. Отец Дмитрий, есть ли у вас, бывает ли у вас, ну, может быть, когда-нибудь, сожаление по поводу того, что вы говорите? Иногда бывает? Ну, может быть, жалко, что сказали не то. Ну, ладно. Обязательно. Я даже, если время есть, стараюсь редактировать. Мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли к нам в эфир в программу «Абонент доступен». Протеерей Дмитрий Смирнов был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания. Пожалуйста, и вам всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»